Мы с вами приступаем из дачи. Начинаем движение прямо на ближайшем регулированном перекрестке направо. Юрий Лукьянов изрядно нервничает. Мало того, что экзамен направо сам по себе волнителен, так еще и по новым правилам сдает его одним из первых. Впрочем, в его случае примета «новичкам везет» не сработала. У нас поворот направо был как с крайней правой, так и вторая была прямо и направо. То есть можно было. То есть вы перестроились нормально. Вторая команда. Выборок местной остановки. Самый лучший способ избежать данной ошибки – действие знака до ближайшего перекрестка. Отныне, чтобы получить водительское удостоверение после успешной сдачи теоретической части, курсант сразу выезжает на город, минуя автодром. Лучше было, конечно, когда мы там сперва сдавали автодром, потому что все равно оценка идет зачетная и автодром, потом идет зачетная оценка уже в город. И поэтому, а сейчас все, когда объединили, теперь у нас получается одна оценка. Мы будем принимать один практический этап экзаменов, который в себя включает обязательные элементы, которые ранее были на площадке. Это спуск-подъем, параллельное парковка, гараж, движение в ограниченном пространстве. Но также регламент не запрещает данный элемент принимать и в условиях закрытой площадки. Изменения коснулись и расположения экзаменатора. Инспектор находится за дублирующими органами управления, естественно, находится на переднем сидении автомобиля, транспортного средства. Ранее он находился сзади, на заднем пассажирском сидении, и также визуально осматривал действия кандидата-водителя. Такое изменение, по словам курсантов, лишь добавляет нервозности. А вот инструкторы, напротив, считают его весьма полезным для самого кандидата. Планируемое время сдачи экзамена одним человеком – 30 минут. За ошибки будут начисляться баллы. Если их наберется опять и более, курсант испытания провалит. Однозначно, поводом для переэкзаменовки станут непристегнуты ремень безопасности или использование за рулем мобильного телефона. Вячеслав Ватутин, Владислав Шишмаренков, Урал-1